В 60-е на Западе стали появляться первые публикации о современных советских абстракционистах. Дома же художники-неформалы показывали свои работы только в узких кругах. Им посоветовали принять участие в проходившей тогда в манеже выставке «30-летие Мосха» Московского союза художников. Так, под одной крышей оказалось 200 с лишним работ. Неожиданно выставку посетил лично Никита Хрущев. И, как писали тогда советские газеты, подверг ее резкой критике. На самом деле, первый секретарь ЦК КПСС, мягко говоря, не стеснялся в выражениях. Это пидорастие. Так почему, Юру, пидорастам 10 лет, а этим орден должен быть? Почему? Вызывает ли я тебе какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть? Вот эти чувства вызывает. Так началась война с искусством, в котором все не по-советски. Абстракционизм воспринимался нашим руководством как буржуазное влияние. Вот единственные претензии были к этому абстрактному движению. Больше всего Хрущева возмущала, что художников учили на народные деньги. Они едят народный хлеб и должны работать для народа. А народ их искусство не понимает. И как с такой мазнёй идти в коммунизм? Не хотите с нами идти в дом? Получите паспорт, уходите. Мы в тюрьму вас присылаем. Пожалуйста. Вам нравится тапок? Пожалуйста. Всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный вспоминает. Тогда в манеже ему досталось от Хрущева едва ли не больше всех. Тут на ракеты металла не хватает. А он расходует его на своё так называемое искусство. Свою фабрику уродов пытался защитить перед забравшимися скульптор Эрнст Неизвестный. То, что он нёс, хамский язык, чёрт с ним. Не в этом дело, а просто чушь нёс. Но он нёс её с такой внутренней убеждённостью и так открыто, что было даже стыдно слушать. Субтитры сделал DimaTorzok